Всем привет! С вами Виктор Тарануха, и я расскажу самые интересные новости из мира Лиги Легенд. Но сперва хотелось бы извиниться за то, что мы пропали на дольше обычного. Мы видим ваши переживания в комментариях, поэтому, думаю, есть смысл кое-что рассказать. Во-первых, в последний месяц я лечу желудок. А во-вторых, в этом месяце был важный марш-бросок в окончании автошколы и поход в ГАИ. Так что просим понять и простить. Спасибо! На следующей неделе выйдет патч 12.20, в котором разработчики попытаются сгладить острые углы, всплывшие за последние пару обновлений. Сету снизят магическую защиту и реген хп, но усилят бонусный урон с руки, что в совокупности должно ослабить чемпиона на меду, но сохранить прежние позиции на топе. Атроксу снизят лечение от урона, усиленные атаки. Маукаю также ослабят самолечение, а также накинут 20 секунд на перезаряд культы в поздней игре. Джейсу увеличат количество восстанавливаемой с автоатак маны и количество бонусной физической и магической защиты в стойке ближнего боя. Вуконгу на четверть поднимут АД-скейл ультимейта, Гвен апнут урон кушки. Ранее на этом скиле ей ослабили чистый урон. Велини увеличат урон кью по помеченной цели и в поздней игре продлят время контроля очарования. Зигсу накинут 10 урона на кушку, Рамусу уберут штраф с W в виде 30% заведления, отчего определенно будут в восторге все Рамус-мейнеры. Элизи поменяют радиус использования кушки. Таким образом, умение будет проще активировать по чемпионам с большим радиусом хитбокса. Лесной Блицкранг не показал выдающиеся результаты, в то время как на роли саппорта он стал имбалансен. Поэтому чемпиону ослабят щит в ранней игре, снизят урон хука и ешки, но увеличат урон по монстрам. А самое главное, добивающий удар ешки начнет эпично отправлять монстров в космос. Кажется, только ради этого райаты задумали лесной реворк. Глашатую смерть и снизят количество необходимых атак для активации 40% страшных ран с 3 до 2 атак. Стераку увеличат бонусный урон, а также прочность и длительность щита, что выглядит достаточно мощно. Руни смертельный темп снизят на треть дополнительной рейндж атаки для бойцов дальнего боя. Ледяному сердцу увеличат стоимость на 200 голды и ослабят защитную пассивку, но увеличат физическую защиту на 10 единиц. А объятию демонов на 15 единиц поднимут силы умения, но уберут 100 хп и ослабят эффект горения. В следующем патче стоит ждать новые хэллоуинские образы. И как только я их увидел, сразу возник вопрос. Кто это? Не, выглядит прикольно, но что это за чемпион? Галио, Свейн, Твич? Может Билвет? Но нет, это оказалось Аниве. Правда, за столь неожиданным концептом скрылось очень посредственное исполнение. В игре скин, к сожалению, выглядит довольно жалко. По крайней мере, относительно внушительного сплэш-арта. Что касается других ведьмочек, то они вышли получше. Помимо сцены, хэллоуинскую тусовку пополнят Ника, Кассиопея Или Блан. Как раз, кстати, полезная новость для всех, кто покупает скины. На сайте Лол Дроп во вкладке Обмен можно приобрести любой скин. Причем дешевле примерно на 20%, чем в клиенте. А для игроков на Вести и Нордике выгоднее вообще в полтора раза. Цены тут очень наглядные. Одна единица РРП равна одному рублю. Значительно ускорить процесс получения скина можно всего за 10 РРП. И в скором времени к вам в друзья добавится менеджер сайта и отправит выбранный образ. А по промокоду SHARKS вас ждет небольшой бонус при покупке РРП. Сайт Лол Дроп работает не первый год и зарекомендовал себя как надежный сервис. Так что мы смело рекомендуем его и вам. Уже потихоньку выходят видеоматериалы с новым чемпионом Ксанте. Мы побывали на закрытой презентации чемпиона. И по первому впечатлению геймплей на чемпион похож на некий плод любви Фиоры и Орна. А внешне на прокачанного Лилнас Икса. Причем кое в чем, сходство есть не только внешнее. Ожидать Ксанты на тестовом сервере можно уже на следующей неделе. А на лайв серверах должен появиться в начале ноября. Riot поделились планами на грядущий предсезон. И давайте пробежимся по основным изменениям и расскажем о том, как нововведение отреагировало комьюнити. Как и всегда, в предсезоне нас ждут изменения в арсенале предметов. И начнем с трех новых мификов для танков. Выносливости Кати – предмет для тех, кому нужна живучесть в затяжных битвах. Сияющая Добродетель подойдет для командных сражений. Помимо прочего, лечит и бафает союзников поблизости, повышая их скорость перезарядки. Господство Исполина дает кучу хп и мощную атаку. Выглядит это пока следующим образом. Но к релизу на лайв сервере внешний вид наверняка будет изменен. Также в игру вернут два предмета. Копье Сёдзина и Жезл Веков, в народе также известный как Ро. Помимо этого, изменены будут и старые предметы. Так, например, Хлонорожденная Рукавица будет дополнительно ослаблять цель, но лишится эффекта Пепла Бами. Та же участь ждет реактивный химдоспех, который, ко всему прочему, потеряет статус мифического предмета. В ранг обычных предметов перейдет и Гиды Солнечного Пламени, который останется единственным предметом с уроном от Пепла Бами. Маска Пустоты станет привлекательнее для тех, кто испытывает проблемы с маной. Знамение Рендуина сохранит свою концепцию, но станет удобнее в использовании. О ненасытной Гидре дадут нарастающий вампиризм и силу атаки по принципам Меджая. В общем, много всего интересного для танков, а еще больше изменений будет для танков в лесу, ведь эту роль ждут ощутимые изменения. Отныне на старте лесники будут выбирать одного из трех пэтов. Красный даст замедление и дополнительный урон, синий — ускорение после убийства монстра или захода в куст, а зеленый будет заряжать щит и повышать устойчивость к контролю и замедлению. Однако эти бонусы и кару на 1200 урона игрок получит лишь после эволюции питомца, которая сейчас на ПБЕ требует убить аж 40 больших монстров. Говоря о монстрах, их граница агрессии будет подсвечена и уменьшена, чтобы сократить разрыв в скорости зачистки лесников. Разве что Фидл мог как-то извернуться и обойти новую систему, но и это уже пофиксили. К лесным изменениям также можно отнести возвращение химтекового дракона, о чем, впрочем, мы уже рассказывали в прошлом выпуске. Его убийство даст бонус к стойкости и эффективности лечения и щитов, а душа будет уменьшать входящий и увеличивать исходящий урон при здоровье менее 50%, что выглядит адекватнее предыдущей версии. Химтековая же карта монструозно расцветет, как лучшие сады химбаронов из зауна. И это изменение, на наш взгляд, вышло довольно креативным и более честным, чем газовые облака. Еще одно интересное нововведение — это голосование за взятие объектов. Однако игроки справедливо отметили, что обезличенное голосование имеет недостатки, ведь важно понимать, кому принадлежат ответы «за» и «против». И думаю, Riot прислушаются к этому замечанию. Большие дискуссии также возникли вокруг новых функций, которые копируют оверлее типа Парафессора. А именно лесной маршрут, рекомендуемые руны и подсказка очередности прокачки умений. Сразу посыпались обвинения в оказуаливании игры, но будем честны, вряд ли это как-то поменяет игру даже на низком эло. Однако подсказки станут приятной опцией для новичков, и учитывая, что порог входа в игру довольно высокий, такая помощь станет хорошим ориентиром на старте. В игре также обновят колесо сигналов. Их даже станет две штуки. В первом будут такие команды, как отступление, пуш, пути, призыв к атаке, просьба помощи, просьба защитить, вопросик, который передает бесконечный спектр эмоций, и предложение забайтить врага. Основа второго колеса — сигнал, здесь вражеский вард. Причем если посигналить в течение 10 секунд после обнаружения вражеского варда, появится индикатор, который будет показывать, сколько этот тотем еще простоит. Что важно, таймер будет учитывать все переменные и покажет точное время существования варда оппонента. Также в колесе будет сигнал «Нужен обзор» и сообщение «У врага нет обзора». При этом, если сигнал не попал в ваше поле зрения, но был кинут на дистанции экрана от вас, то с краю появится специальный индикатор, указывающий в сторону источника. Выглядит все это достаточно интересно, хотя многие все равно настаивают на том, что необходимо ввести голосовой чат. Особенно после того, как весь мир обратил внимание на американский Champions Q, специальное салаку, где играют профессиональные игроки, с организованной через дискорд голосовой связью. А к какому лагерю относите себя вы? За голосовой чат? Или против? Много негодования вызвало и новость про изменения в начислении опыта. Однако, судя по всему, снижение парного опыта не затронет нижнюю линию. Эти расчеты касаются соло-линий. К тому же есть хорошая новость для стрелков, которые были расстроены отсутствием изменений для их роли. Как сказал один из разработчиков, работа в этом направлении все же ведется, но они не успели довести ее до адекватного состояния канонцу предсезона. Так что не исключено, что позже объявят о еще одной порции изменений. Помимо этого, Riot планируют ввести в возможность обмена позициями на этапе выбора чемпионов, как это сделано в Wild Rift. Также в планах есть скрытие никнеймов во время драфта, чтобы исключить возможность поиска инфы о союзниках через тот же Парафессор, поскольку это учащает случаи уклонения от игры и шантажа других игроков. И последнее, что известно, Riot временно отказались от плана отменить парную очередь, так что любители покатать в дуо могут спать спокойно. В самом разгаре Worlds у трех игроков обнаружили ковид. А именно у Кэнгена из Дамвонов, Скаута из ЭДЖИ и ЧОВИ из Джен-Джи. Но самое ироничное тут то, что днем ранее игроки стояли вот в такой очереди на ПЦР-тест. Дело в том, что организаторы дали окно с 9 до 12 утра, однако почти все киберспортсмены пришли за 5 минут до 12, из-за чего и образовалась столь длинная очередь. А через день стало известно о почти полном уходе на изоляцию китайских РНДЖИ и тайваньских СИФО. Все игроки смогут удаленно участвовать в матче, однако, к сожалению, это неизбежно ударит по качеству игр и соревновательному духу. А хороший удар по плохому настроению попробуют нанести прикольные видосики. Как думаете, кто победит в этой битве к Кайдзю? Демон Тамкенч или бог-кузнец Орн? Перед самой смертью Корки успел активировать пакет, оставив в кустах небольшую, но очень жгучую лыжицу. Порой лучшая помощь та, которой не было. Не расстраивайтесь, если у вас что-то не получилось. Возможно, эта неудача еще обернется большим успехом. В этой игре попалось два топпера-пацифиста, которые, не сговариваясь, всю игру просто фармили крипчиков. А спустя полчаса обе команды договорились, что чей топпер проиграет в дуэли, та сторона прописывает сюррендер. Так и поступили! Такие дела. Спасибо за просмотр. И отдельное спасибо нашим спонсорам на Бусти. Их поддержка помогает нам и дальше выпускать новые видео. Если все понравилось, ставьте лайк и делитесь выпуском с друзьями. Хорошего вам дня и до скорых встреч. Пока!